Ислам вне Умара 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 То чувство, которое постоянно присутствует в сердце В результате чего сердце все время думает об Аллахе Ор-Ра-Кибе Наблюдающем И Оль-Хасибе Учитывающем все Пречист он Тот, кто приглядится к личности Умара Обнаружит, что ключом к его личности служила его вера во Всевышнего Аллаха И его постоянная подготовка к Судному Дню Эта вера стала причиной поразительной гармонии В личности Умара Ибн-Хаттаба Доводит доволен им Аллах Из-за веры его сила не приступала его справедливость Власть не приступала его милосердия А его богатство не влияло на его скромность И да будет доволен Аллах Умаром И да сделает он его довольным Умар Ибн-Хаттаб Да будет доволен им Аллах Сказал Клянусь Аллахом Кроме которого нет божества И если ему лица Споткнется где-то на берегу реки Тигр в Ираке Я боюсь Что Аллах Спросит меня в Судный День Почему ты не починил для нее дорогу? Умар В один из дней пришел бедуин Встал у двери Умара Ибн-Хаттаба Да будет доволен им Аллах И обратился к нему в стихотворной форме О Умар, доброты Да воздастся тебе раем Одень моих дочерей и их мать Клянусь Аллахом Ты это сделаешь Умар сказал А если не сделаю Что будет тогда бедуин? Он сказал Клянусь Аллахом Я уйду Умар спросил Если ты уйдешь Что такого будет, о бедуин? Он ответил Клянусь Аллахом Ты будешь спрошен за мое положение в тот день Когда дары будут милостью А положение спрашиваемого Определит Куда он пойдет В ад или в рай? И Умар заплакал так Что от его слез Намокла его борода Затем он сказал Мальчик Отдай ему эту мою рубаху Из-за этого дня А не из-за его стихов Клянусь Аллахом У меня нет другой рубахи Повелитель верующих Умар Он несправедливо поступил с кем-либо из людей Его плач был из-за его великого страха перед Аллахом Его слезы лились ручьем Перед каждым, кто напоминал ему о дне расчета Умар Да будет доволен им Аллах Осознавал слова Всевышнего Который боялся милостивого Не видя его воочию И явился с обращающимся сердцем У Умара Было обращающееся сердце Кающееся сердце Он страшился Аллаха После битвы при Аль-Кадисии Саад ибн Абива-Кас Отправил Умару Да будет доволен Аллах Ими обоими Корону Хасроя Его меч Шаровары И кафтан Обувь и украшения Умар посмотрел На собравшихся людей И самым высоким среди них Был Сурака Ибн Малик Умар обратился к нему Сурака Встань и надень это Он встал И облачился в персидский наряд Умар сказал ему Повернись спиной И он повернулся Затем он сказал Повернись передом И тот повернулся передом Потом Умар сказал Так-так Кафтан Хасроя Его шаровары Меч, корона И обувь На бедуине Избану Мидляч О Сурака Если бы ты надел Эти одежды раньше Это было бы честью Для тебя И твоего народа Снимай же И Сурака Снял это Затем Умар Сказал Подняв руки К небу О Господь Господь Поистине Ты не даровал Это твоему пророку И посланнику Хотя ты любил Его больше Чем меня И он был Дороже для тебя Чем я Ты не даровал Это Абубакру Хотя ты Любил его Больше чем меня И он был Дороже для тебя Чем я И ты даровал Это мне И я прошу У тебя защиты От того чтобы это было даровано мне во зло. И он заплакал так, что присутствовавшие пожалели его. А потом сказал Абдур-Рахману, заклинаю тебя продать все это и разделить вырученные средства до наступления вечера. Таким оставалось положение Умара, да будет доволен им Аллах всю его жизнь. Он был мусульманином, верующим, искренним и благодетельным. Аллах сделал так, что он был честен и с собой, и с людьми. Его страх перед Аллахом, мужественность стали темой для истории, которую люди пересказывали последующим поколениям. В какой бы ситуации не требовалось мужество в тени чистой боговоязненности, ты нашел бы там Умара. Сердце Умара стучало, оставаясь в сознании и осознавая происходящее. При каждом вдохе он размышлял и мыслил. Религиозные обязанности были для него отдыхом, а в дополнительном поклонении он ощущал страх перед Аллахом и надежду на него. Он видел Аллаха своим сердцем еще до того, как увидеть Кыблю, к которой он поворачивался глазами. Он почувствовал мощь сильного и всемогущего и поклонялся своему Господу, обращаясь к нему за помощью. Поистине, чаще вспоминайте ад. Поистине, жар его силен, дно его далеко и в нем железо. Так говорил Умар. Иногда Умар разжигал огонь, а затем засовывал в него свою руку и говорил «Ой, Ибноль-Хаттаб, можешь ли ты терпеть это?» Умар Ибноль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, плакал и рыдал, говоря «Клянусь Аллахом, кроме которого нет божества. Если мулица споткнется где-то на берегу реки Тигр в Ираке, я боюсь, что Аллах спросит меня в судный день за нее. Почему ты не починил для нее дорогу, Умар?» Он ощущал, как единственный, единый Аллах наблюдает за ним. В сахихе Муслима приводится хадис, в котором Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал «О Аллах, будь суров с тем, кто получит хоть какую-то власть над членами моей общины, и будет суров с ними». О Аллах, если кто-то получит власть над умой Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, даже если это будет какая-то незначительная власть, какая-то должность, шейх, администратор, правитель, министр, и если он будет суровым с ними и тягостным для них, ты тоже будь суров с ним. Тогда завтра он ощутит эти трудности в день величайшего наказания. Аллах будет суров с ним так же, как он чинил трудности в этой дунье беднякам и нуждающимся, вдовам и сиротам. И наказание тогда будет такого же рода, что и деяния. Аллах поставит его, сожалеющего, гонимого, униженного. В день, когда не будет иного правителя, кроме Аллаха. В день, когда владыка призовет голосом, который услышат и те, кто близко, и те, кто далеко. Кому же принадлежит власть сегодня? Кому же принадлежит власть сегодня? Кому же принадлежит власть сегодня? И он ответит сам себе и скажет Аллаху, Единственному, Всемогущему. Аль-Табари упомянул в своем тарихе, что Саляма рассказывал. Однажды Умар, да будь доволен им Аллах, шел быстрым шагом. И я в тот момент был на базаре. С ним была его плеть, и он сказал, отойди с дороги, Саляма. Саляма рассказывал. Затем он замахнулся на меня этой плетью, но коснулся только края моей одежды. И я отошел с дороги. Саляма сказал, когда наступил следующий год, то есть через год, Умар встретил меня на базаре и сказал мне, Саляма, хочешь ли ты пойти в хадж в этом году? Я ответил, да, о повелитель верующих. Он сказал, и Умар взял меня за руку, и моя рука покинула его руку, только когда Умар зашел к себе домой и принес мешок, в котором было 600 дирхамов. Умар сказал, Саляма, воспользуйся этими деньгами и знай, что они за тот удар, который я тебе нанес год назад. Тот удар плетью, который пришелся на его одежду. Саляма сказал, клянусь Аллахом, о повелитель верующих, я даже не вспоминал об этом, пока ты не напомнил. Пока ты не напомнил мне сейчас об этом. Умар сказал, клянусь Аллахом, я никогда не забывал о том ударе. Субханаллах. Вот Умар ибноль Хаттаб, да будет доволен им Аллах, боясь и дрожа от страха перед своим Господом, приходит к Хузейфе ибнольяману, хранителю секретов посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, которому пророк, да благословит его Аллах и приветствует, назвал имена некоторых лицемеров, которые не зайдут в рай. К нему приходит халиф, Умар, и говорит, Хузейфа, о Хузейфа, я заклинаю тебя Аллахом. Назвал ли пророк, да благословит его Аллах и приветствует мое имя среди лицемеров? Назвал ли меня посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует одним из лицемеров? Нет божества, кроме Аллаха. Если ты, Абу Хавс, один из лицемеров, то кто тогда верующий? Если ты один из лжецов, то кто тогда будет правдивым? Если ты двуличный, то кто тогда будет искренним? Ля Иляхи Иллах. Умар, ты не щадил свое имущество, не щадил самого себя в служении и словам, ля Иляхи Иллах, и ты плачешь о себе, боясь, что можешь оказаться лицемером? То был страх перед Аллахом, боязнь перед Аллахом, страх лицемерия. Из глаз Хузейфы выступили слезы, и он сказал, «Нет, клянусь Аллахом, Умар, он не называл тебя среди лицемеров, и я никого не буду оправдывать после тебя». И да будет доволен Аллах Умаром. Братья и сестры, Умар не был сделан из какой-то другой глины, не как у других. Он не был безгрешен. У него не было такого качества, которое вообще бы не встречалось у других мусульман. Наоборот, до того, как Умар принял ислам, он был хуже Абу Бакра почти во всем. Ас-Сиддик, да будет доволен им Аллах, никогда не пил вино, ни разу не склонился перед идолом, не истязал мусульман, не причинял им вреда. Зато все это делал Умар, да будет доволен им Аллах, до того, как принял ислам. Став мусульманином, он превратился в школу. В которой каждому, кто увидел его или услышал, можно было учиться понятием богобоязненности и честности. Он стал школой, в которой все мы можем научиться тому, что каждому, кто совершал грехи, не так уж сложно будет покаяться, если он полон решимости. И каждый, кто погряз в грехе, должен не отчаиваться в милости Аллаха. Дверь покаяния открыта, дары Аллаха безграничны, и его благо не останавливается. Умар, да будет доволен им Аллах, говорил, отчитывая себя и ощущая наблюдение Аллаха за ним. Он говорил, отчитывайте себя сами до того, как вас будут отчитывать. Взвешивайте души ваши прежде, нежели вы будете взвешены, и готовьтесь к величайшему предстоянию. В тот день вы предстанете, и ни одна ваша тайна не останется сокрытой. Друзья, уважаемые зрители, далеко ли мы ушли от дней жизни Умара? Далеко ли мы от школы Умара? Это вопрос, который должен задать себе каждый. Я обверяю вас Аллаху. Последняя наша дуа. Фала Аллаху, Господу миров. И да благословит Аллах и приветствует нашего пророка Мухаммада, его семью и сподвижников. Продолжение следует...